В данном демо мы рассмотрим, как поднять инфраструктуру при помощи Terraform и добавить образы из пакера. В одном из прошлых демо мы рассматривали вариант поднятия двух серверов и балансировщика нагрузки, который распределял запросы между ними при помощи Terraform, инструмента, который позволяет нам описывать в виде какого-то кода всю нашу инфраструктуру и просто одной командой ее применять и создавать, и потом удалять в случае ненадобности тоже одной командой. И все бы хорошо, но у нас возникла одна проблема, что дальнейшая установка, то есть после создания инфраструктуры, все равно требует ручную работу. Нам нужно заходить на каждую виртуалку и выполнять различные команды вроде apt-update, apt-install nginx и переносить, возможно, какие-то файлы. И это самый простой случай. На самом деле конфигурации, конечно, могут быть совершенно разные и более сложные, чем это. Для этого я предлагаю использовать инструмент Packer, который реализует подход Golden Image, когда у нас есть какой-то образ операционной системы, на которой уже заранее установлено все ПО, все зависимости, все библиотеки, все конфигурационные файлы, все, что нужно, чтобы просто взять этот образ, запустить из него сервер, и он сразу будет работать, обрабатывать запросы. У нас имеется такой файл описания конфигурации образа Packer. Здесь мы указываем, прежде всего, переменную ImageStack. На самом деле она не обязательно, но она позволяет как-то дифференцировать наши образа, например, в зависимости от версии. Дальше мы указываем Source, то есть это источник, на основе которого Packer будет строить образ. Он работает с разными провайдерами, и в случае как Cloud мы работаем на OpenStack, поэтому указываем его. Здесь указываем базовый образ, из которого будет строиться наш кастомный образ. То есть Packer использует какой-то образ операционной системы, создает виртуальную машину на основе него, и дальше, в зависимости от ваших команд, все их выполняет, делает снимок. Эта виртуальная машина делает образ операционной системы из этого снимка и загружает его в облако. Здесь мы создаем почти такую же конфигурацию, как и в Terraform для этой виртуальной машины, которая будет использоваться для создания образа. После создания образа она будет, соответственно, удалена. Указываем имя образа, и дальше идет вкладка Build, где мы указываем основную конфигурацию нашего золотого образа. Сначала описываем Provisioner, то есть как у нас будут выполняться команды. В случае, если это какая-то башня, мы просто указываем Shell, и выполняем все те же самые операции, что и мы в прошлый раз выполняли вручную. Обновляем пакеты и загружаем наш Nginx. Ну и обязательно здесь указываем флаг Y, то есть по умолчанию, когда мы выполняем какую-то команду, он спрашивает нас yes or no, установить или не установить, а здесь мы это автоматически пропускаем, потому что, конечно, пакер сам ответить за нас не сможет. Дальше прокидываем индекс файл, то есть тот файл, который будет выдаваться, когда мы будем выполнять команду curl на этот сервер. У нас имеется свой индекс 1, и его кладем в дефолтное расположение индекс.html у сервера Nginx. И дальше перемещаем его в var, потому что провизионер файл не может работать с директориями, которые находятся в руте. Их нужно вручную перемещать. И у нас есть такой же второй файл, но уже для работы с индекс 2. На самом деле не обязательно создавать дополнительный файл, можно вручную это заменить. Для простоты я сделал два отдельных файла, и у нас имеется два индекс файла, значительный hello from server 1, hello from server 2. Дальше нам нужно выполнить эти файлы, то есть чтобы у нас создался сам образ. Для этого мы выполняем команду paker build и имя нашего файла. И у нас запускается создание этого образа, то есть все те же самые операции, находится флэйвор, создается диск, создается вся VM, paker подключается по SSH к нашей VM для того, чтобы выполнять уже сами команды. Ну, у нас тут выполняется apt-update, apt-install Nginx, переносится файл, индекс 1, и у нас все заканчивается, у нас собирается образ. И у нас выдается ID-шник этого образа. Ну и то же самое мы выполняем для второго. После того, как мы создали пакером наш образ, он должен появиться в разделе «Образы» в личном кабинете WK Cloud. Мы также можем загружать эти образы, свои собственные, через личный кабинет, через графический интерфейс, либо через командную строку OpenStack. Еще один важный момент, что для того, чтобы выполнить эту команду paker, paker build, нам нужно авторизоваться командой source в RCA-файле. То есть у нас есть доступ по API к нашему проекту. И для этого нужен специальный файл, который прокидывает некоторые переменные окружения для аутентификации OpenStack. Это ID проекта, имя пользователя и пароль. Пароль, соответственно, в открытом виде в этом файле не хранится. Он просто запрашивается каждый раз при выполнении команды source. Мы скачиваем файл, и вот он таким образом выглядит. Уполняем команду source, выполняем paker build, и у нас загружаются наши образа. После того, как мы создали эти образы, мы можем дополнительно посмотреть их в списке образов OpenStack, то есть команды OpenStack и MatchList. Да, только нам нужно также выполнить команду source. Указываем пароль от нашей учетки в ECO Cloud. Уполняем OpenStack и MatchList. Команда будет выполняться долго, так как большое количество базовых образов, также в моем случае большое количество кастомных образов, которые я загружал самостоятельно. Так, мы получили наш список образов. Здесь у нас они перечислены в луфавидном порядке. Так, выполним команду OpenStack и MatchList, и дополнительно укажем фильтрацию по NGX сервер, чтобы не просматривать большой список образов. Итак, мы получили наши образа, они действительно есть в проекте. Теперь мы можем использовать их в нашем Terraform файле. Мы уже рассматривали в прошлый раз этот Terraform файл, то есть тут никаких практически изменений нет. Имеется наше переменное окружение, точнее стандартное переменное, которое мы будем задавать через переменное окружение для доступа к проекту OpenStack, WK Cloud. Дальше описание наших виртуальных машин. Но важным отличием является то, что теперь мы используем другие образа. Мы используем наши образа, которые мы только что создали в NGX сервер 1, NGX сервер 2. Их мы указываем в описании наших виртуальных машин. Здесь в Image ID. И также в блок девайсе в разделе UID. То же самое делаем для второго. Теперь мы можем выполнить Terraform init. Он у меня уже выполнен. У меня есть соответствующие конфигурационные файлы. Мы выполним Terraform план для начала, чтобы посмотреть наши изменения в инфраструктуре. Да, у нас этих ресурсов не было. Они создадутся заново. Выполним команду Terraform apply. Так, соглашаемся. И у нас будет создаваться какое-то время инфраструктура. Итак, у нас создалась инфраструктура при помощи Terraform. То есть VM-ки с образами, которые мы указали нашими кастомами, они успешно создались. Теперь мы можем найти балансировщик СНГ, посмотреть, какой у него внешний IP-адрес, чтобы проверить работу нашего сервиса. Так, заходим в раздел сети. Балансировщики нагрузки. Здесь у нас с НГЛ-балансером он назначился в внешний IP. Отправим на него запрос при помощи curl. Указываем здесь 80-й и 80-й порт. И получаем ответ. И также правила балансировки работают. Протокол Round-Drobin. В итоге в данном демо мы рассмотрели, как создавать свои собственные образа при помощи пакера, как их интегрировать в Terraform и поднимать инфраструктуру более эффективно без дополнительных ручных операций по установке какого-то ПО на нашу созданную инфраструктуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова